С чем у вас ассоциируется золото? С этим? С золотым слитком? С золотыми руками? Или с песней Жандро Шансон? Все мои глупости, золотко прости! А вот что об этом скажет песня Супер Жорика? Кого я обманываю, это всё тот же Галустян под названием «Золото». Давайте разберёмся! Golden Fashion 2020. Убедительная просьба. Вы сдержитесь от фото и видеосъёмки. Я загуглил, что такое Golden Fashion 2020, но потерпел фиаско. В Пятигорске запланирована неделя меха, мягкое золото России и модное шоу Fur Fashion Future. Значит, для клипа сделали вымышленное мероприятие. Это очень похвально. Но действия, диаметрально противоположные просьбе конферансье, выставляет Онова дураком. Да и вообще, мне кажется, специальный канал Fashion TV более-менее имеет право на съёмку показа. Разве нет? Да и подумали ли эти господа хорошие, что своими смартфонами они заграждают обзор ряду позади? Хотя, если он вообще есть, конечно. Мне кажется, или опаздывать на показ мод довольно неэтично. Если, конечно, люди знают, что такое этикетка в предыдущем кадре. Да и костюм немного отвлекает внимание от подиума. Возможно, им интереснее смотреть на ходячий апельсин, нежели на коллекцию дизайнера одежды. Вай, мама, кто это? Мне кажется, в зрелом возрасте, несмотря на актёрское мастерство, отточенное в комедиях и КВН, как-то не камильфо. Да, я понимаю, что это стёбный образ, а-ля как у когда-то Little Big на русские стереотипы, а в этом случае стёб над стереотипами поведения мужчины с Кавказа. Но люди еле отходят от Артура Пирожкова, с его песней зацепила. Зачем нам ещё один образ для ротации на радио? Всё ещё люди слушают «Хочу тебя любиться». Зачем? Ммм, монтаж хорош, даже получше, чем у меня. Не поспоришь, модели привлекательны, и Гудков со своей манерностью в розовой толстовке хорош. Видимо, образ из КВН ещё доставляет ему радость. Ну и бог с ним. Пока я доволен только Гудковым. Его игра в манерного дизайнера хороша, а вот зачем Голустян болтает по телефону во время праздника одёжек и ног до ушей моделей, непонятно. Была бы моя воля, я бы тактично объяснил ему, что так нельзя. Ведь это отвлекает. Но тут меня здесь нет. Поэтому Михаилу можно всё. Она меня манит. Она меня ранит. Я уже на грани, мама, сумасхождение. Возникает вопрос, кто манит, кто ранит, кто сводит с ума? Похоже на борьбу с буйным пациентом. Ведь приманивание, нанесение ран и доведение до сумасшествия – это или статья, или больница строгого режима. Ну ладно, смягчённого плюшевого режима. А вот ноги ставить на подиум – это перебор. Если у Билли Айлиш кровь с носа в Бэтгай можно объяснить задумкой, то кровь из носа от удара о подиум – это уже хулиганство. Неужели герою, которого пригласили на показ мод, может быть настолько скучно? Куда, а бы кого не пустят. А показывая свою скуку на показ, на показе мод, который покажут по ТВ, тебя вырежут на монтаже или заставят наблюдать за показом из дверной щели. Но никак не умиротворённо, не отвлекаясь, просто буду терпеть. Действие, соответствующее тексту, похвально. Не думаю, что реверс акцентирования «Внимание на ягодицах» даёт очки привлекательности клипу. У рэперов, допустим, в кадре девушки танцуют тверк. И это видели уже много-много раз. Дайте разнообразие. Почему всё одно и то же, а? Не спорю, Солярий вполне может сделать кожу золотистой. Но если акцентировать «Внимание на Голустяне», то мало бы кто бросил его на произвол подиума. Будь ты стереотипный житель Кавказа или важный селебрити. Понятно, что такая задумка нужна для развлечения, но это как-то нелогично и незабавно. Кто это, Ваймам, а кто это, вся из сусального золота, золота? Припев довольно хитовый, для радио сойдёт. Но песня у меня не вызывает какого-либо восторга. Песни «За тебя, Колым, отдам» кажется интереснее, нежели «Золотишко, Супер Жорика». Не в обиду. Вхождение по подиуму, мне кажется, запрещено всем гостям и разрешено только конференсье, дизайнеру и моделям. Конечно, это может быть очень нестандартно и из ряда вон выходящее, но это напрягает, и мимика вызывает немного испанский стыд и неловкость, нежели смех. Бам! Подиум не терпит нарушения правил. Этот кадр должен был вызвать сопереживание или смех. Этот кадр с падением был бы очень уместен, если бы он упал. Клип прервался и продолжился бы в другой локации. В скорой помощи, например, или в палате. А так всё нормально, клоунада продолжается. «Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство». Влюбийство. Очень убийственное слово, правда? Я смотрел на этот клип или с каменным лицом, или с лицом как у гудка. Не каждый человек любит, когда ему портят праздник и рассматривает моделей как сутенер. Ах да, смена костюма. Ну смена костюма, как смена костюма. Я вот автомобиль от свет поменял. Это тоже интересно, правда? «Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня езжу вот эта вегетососудистая дистония». Вегетососудистая дистония. Кто-то ещё это диагностирует. Мне кажется, Галустян слишком бодренький и похондрий для проявления ВСД. Очень бодрый, как доза нескольких чашек кофе. Проще сказать было в тексте «кофе гурма, но аддикция». Так было бы гораздо эпичнее и уместнее. «В первый раз такое случилось, сам себя не контролю». Когда дважды говорят «в первый раз такое случилось», возникает мысль, что это ложь лирического героя, и он сам себя в этом убеждает. Так может и альтер-эго появиться. Или хотя Супер Жорик – это и есть сценическое альтер-эго. «В первый раз такое случилось, я походу I love you». Возникает вопрос, почему так поздно? Вроде бы Галустян всё осмотрел, всё отпародировал и отполировал своей обувью подиум до блеска. Неужели во вселенной Жорика охрана тоже опаздывает с действиями? За полторы минуты до конца клипа появилась подтанцовка. Да что же все такие непунктуальные? А я думал, хулигана даже охрана не возьмёт. Думал, небось, как хамелеон сольётся с подиумом и лови воздух кулачками. А нет, есть хоть какая-то логика. При постоянном проговаривании «Вай, мама!» появится реальная мать. А будет она в восторге от избранницы – это уже другая тема. В какой-то книге были вожди краснокожих, в истории – восстание жёлтых повязок и краснобровых, а здесь, видимо, банда златобежевых. Креативно, может быть, оригинально, но не смешно. В основном в клипах чаще всего меняются локации, а здесь гардероб Галустяна – на зависть голодной к золоту толпе. Золотой стандарт, золотая одежда, а если бы были ещё золотые зубы, креативнее смотрелось бы. Я так понял, мотив этого клипа показать, что из скучного показа в мод также можно сделать какой-никакой праздник. И это проведено золотой, но не совсем забавной нитью. Ну что ж, желаю им хорошего веселья. А мы на этом и закончим. С вами был Алтимарван. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и не забывай, что мы скоро или когда-нибудь услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok